О, опять ты опять снимаешь. Наступает сезон клещей, поэтому необходимо запастись все необходимое для своего питомца. Оставайся с нами, сегодня будет полезное видео. Городь мы практически не гуляем, преимущественно гуляем в лесу. Сейчас вот начинается активность, мелкие клещики, детеныши, которые вылупились не так давно, уже сейчас начинают подрастать. Им нужна новая свежая кровь. Прежде чем я начну рассказывать про то, как я ухаживаю за бруком в плане обработки от клещей, хочу уточнить, что это видео не рекомендационное. Это рассказ про то, как именно я это делаю. Использовал я такие ошейники, но сразу скажу, что от них толку мало. Потому что они больше, наверное, предназначены для кошек и мелких пород собак. То есть, когда собаку ее носит, она обрабатывает примерно вот эту вот часть. Да, она помогает, но не полностью, не полностью всю собаку она обрабатывает. Я уже давно перешел на другого плана обработку. То есть, это такие капли. Наносятся они на кожу, не на шерсть. Как это я сейчас буду делать, я вам покажу. А ты поставь лайк и не забудь подписаться. Прежде чем приступить к обработке этим каплям, необходимо сделать следующее мероприятие. Это очистить шерсть от всей лишней шерсти. С таким движением использую такую губку силиконовую. Ей уже больше года проявила себя очень даже достойно. Я специально придерживаю так шкуру, потому что если вот так, она, видите, ползет. Поэтому надо чуть придержать. Стой, Брук. Вот эти какие ползут. Не забываем про хвост обязательно. Стоять. Больше всего почему-то ползут именно ребра, спина и шея. Где лапы, ноги особо не ползут и грудь тоже. Не знаю, с чем это связано. Для удобства, если собака чуть-чуть беспокойна, можно ее положить. Все, собака спокойна. Получает удовольствие у нас. Лишнюю шерсть необходимо убрать, чтобы препарат не вышел именно с вот этой вот лишней шерстью. После того, как мы завершили выческу шерсти, мы можем приступить к самой обработке собаки. Не забываем средства гиены, потому что препарат чуть-чуть такой, имеет специфический запах. И такой масляный. То есть, скорее всего, он, конечно, токсичный. Может быть, конечно, кому-то проще использовать таблетки, но таблетки убивают печень. И я уже не первый раз пользуюсь именно этим методом. И он очень эффективный и действенный. Вот этот препарат, который сейчас у меня в руках, его инструкция следующая. Собаку нельзя купать за три дня до и три дня после. То есть, обрабатывается не сама шерсть, а непосредственно кожа собаки. Хватает его на один месяц. И также заявлено, что на два месяца еще его действия от блох и других кровососущих. Вот для нашерстных собак проще. У них взял, раздвинул шерсть и как бы промазал кожу. У гладкошерстного чуть, ну, это неудобно. Поэтому я покажу, как я это делаю. Сиди, сиди. Так, поближе. То есть, берем вот так. И промазываем как бы туда, в шерсть. По всей длине спины. Конечно, и на шерсть что-то уходит. Сиди, сиди, молодец. Все, и остатки вот так втереть в саму кожу. То есть, сама она потом распределится, как ей надо, вот этому препарату. То есть, все, а все, что осталось на перчатках, ну, просто вдруг встань. Встань, молодец. Мы просто вотрем в остальные участки. Главное, чтобы собака у нас не слезала препарат, поэтому наносится вот именно вот таким образом. Все. И вот теперь мы готовы к встрече с ветеринаром. Оставайся с нами. Сидит под деревом, врачей болит. Это я. И уже много лет подряд. Он лечит несчастных зверят. Он излечит всех истилит. Это бронхитно. Целлюлитно. Гайморитно. Надо лечить на. Не запускательно. Это нормально. Это пришитно. Беспакилно. Всем спросить на. У нас, конечно, не такой доктор и болит. К сожалению, получилось интервьюировать нашего ветеринара. Очень много вызовов. Как доктор и болит и как человеческая скорая неотложная помощь. Он везде всегда летит на помощь. Но обещал он нам однажды рассказать про здоровье питбулей, с чем он сталкивался за свою карьеру. Приезжал он к нам, чтобы сделать инъекцию профилактическую для Брука. Потому что те капли, которые я нанес на Брука, не дают гарантии, что когда клещ попадет на собаку, он точно умрет. То есть, возможно, все равно он доползет до кожи и произведет укус. И со слюной начнется заражение крови печени собаки пероплазмозом. Хочу напомнить, что перед каждым применением препаратов необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Ветеринар, ветеринар, ветеринар.